Доброе утро! Давайте посвятим некоторое время эфира детям, а точнее я бы сказала мамам, именно осознанным мамам. Каждая женщина на этапе сначала подготовки к беременности, потом беременности, потом уже воспитания ребенка сталкивается с огромным количеством вопросов и, что самое главное, с огромным количеством противоречий. И ей в этом всем потоке информации приходится искать единственный правильный путь для того, чтобы вырастить своего ребенка не только счастливым, но и здоровым. И как показывает практика, наверное, самый правильный путь это тот, который уже подсказала природа. Каким он может быть? Мы сегодня поговорим с нашими гостями. У нас в гостях основатели благотворительной школы осознанного материнства Екатерина Микитенко и Алина Онова. Доброе утро! Доброе утро! Давайте сразу к теме. Школа осознанного материнства. Что она будет собой подразумевать, кому она будет интересна и... Ну ты прям все вопросы хочешь! Потому что довольно необычное название, но, наверное, все понимают, кому это нужно, о чем вы хотите речь. Мы, в первую очередь, ориентируемся на женщин, которые уже ждут малыша и на тех, которые планируют в обозримом будущем, может быть, уже в процессе зачатия либо в ближайший год, к примеру, два, иметь ребенка. То есть вот это наша целевая аудитория. Мы будем на некоторые лекции приглашать мам уже с детками, то есть, которые вот-вот стали мамами. У нас есть блок по грудному вскармливанию, блок про жизнь с младенцем. Им это будет наверняка интересно. Но пока что вот так вот, в принципе. Ну, то есть, по сути, все, кто имеет какое-либо отношение к материнству, то есть в ближайшем будущем, сейчас, на каком-то этапе? Да. Ну, все-таки на первом месте это беременные и особенно те, которые готовятся к зачатию, потому что мы убеждены, что для того, чтобы беременность протекала нормально, и для того, чтобы роды прошли наиболее естественно и благоприятно, к зачатию нужно и к беременности готовиться. Поэтому, когда женщина приходит еще до зачатия и хочет узнать информацию, это самый благоприятный для нее вариант и исход. А о спектре тем хотелось бы поговорить. То есть, что вообще будет обсуждаться, да? То есть, понятно, роды, беременность очень обширно. Вот что может быть какие-то конкретные темы? Ну да, мы разделили, решили разделить на 4 блока все темы. Это беременность, это роды, грудное скаблевание и жизнь с младенцем до годика. И каждый блок включает в себя еще под темы. И мы решили включить, ну, что самое важное, это подготовка к родам, это позы, это дыхание, это водные роды. Если касательно беременности, то как провести здоровую беременность, чем питаться во время беременности, какие анализы сдавать, как выбрать своего врача, какие вопросы задать своему врачу. Ну и с грудным скармливанием, как стать молочной мамой, потому что немолочных мам не существует. Вот и жизнь с младенцем, все, что нужно знать маме, чтобы жизнь протекала гармонично. Мне простительно, что я в этой теме не особо разбираюсь и понимаю, да, но вот женщина, как правило, уже начиная с юного возраста, разбирается и понимает, пытается выяснить всю эту информацию у матерей, из средств массовой информации, из необходимых источников. Вот как вы оцените сегодня молодежь, насколько она подготовлена и знает, разбирается в этой теме? Вообще не подготовлена. То есть даже когда женщина уже узнает, что она беременна, как правило, она либо пугается очень сильно, что с ней что-то произошло, и вот какая-то болезнь на нее нагрянула, или, в общем, что-то страшное, надо срочно бежать, лечиться, обследоваться, и родов она вообще боится. Молодая мама слабо осведомлена на эту тему. Да, да. И нам писала женщина, которая уже двоих детей родила, она подала заявку на прохождение нашего курса, она написала, я боюсь родов. Она уже дважды через это прошла, и она боится. То есть это очень печальная ситуация, очень жаль эту женщину. Конечно, мы постараемся предоставить ей всю информацию, которую владеет, для того, чтобы эти страхи ушли, потому что на самом деле родов бояться не нужно. Это абсолютно естественный физиологический процесс, и нужно к ним готовиться, да, но это увеличивает шансы на то, что они придут благоприятно, и даже оставят после себя приятные воспоминания. Вы будете привлекать специалистов? Ну, конечно, мы просто две мамы, единомышленницы. Мы очень много изучали информации, книг, видеолекций, специалистов на эту тему. Но, конечно, ни у меня, ни у Алины нет медицинского образования, поэтому мы посчитали правильным пригласить. У нас будет врач-нутрициолог, который будет читать лекции о питании во время беременности, также некоторые лекции о жизни с ребенком. Главная кушерка второго роддома, потому что она нам очень близка по отношению к естественным родам. Также они практикуют в роддоме водные роды. В общем, мы близки, мы во многом единомышленники. Также слингоконсультант, консультанты по грудному вскармливанию, психолог. Да, и по-моему, все. Ну, и еще акушерка духовная, которая занимается больше тоже общением с ребенком во время беременности. Вот такие как бы медитативные некоторые вопросы. Помогает маме пройти через какие-то ее страхи. И в послеродовом периоде тоже помогает маме восстановиться. То есть многогранный такой. У нас команда, у нас на данный момент 9 человек. Может быть, еще присоединятся другие специалисты. Мы хотим со временем привлекать новых специалистов. Насколько мы знаем, да, уже 16 января начинаются первые занятия в вашей школе. Уже группа собрана, либо еще вы набираете детей. Да, честно говоря, мы не ожидали такого ажиотажа. За три дня группа набралась. Причем мы хотели, чтобы в группе было 10 мест. Пришлось расширить ее до 16. Потому что звонили женщины и говорили, ну вот очень надо нам, пожалуйста. Заполняли анкеты. Читали мы эту анкету и понимали, что ну вот надо подвинуться еще. Пригласите эту женщину. И вот сейчас 16 мест в группе. Еще несколько человек в списке ожидания. Вот. Как думаете, почему такой ажиотаж? Ну ажиотаж, действительно, когда за три дня столько людей, интересующихся этой темой, хочет узнать еще больше. Потому что мы изначально позиционируем себя как школа осознанного материнства. Мы предоставляем альтернативную информацию. Может быть, эту информацию они вообще больше нигде не услышат. У нас есть много весь школ материнства в городе. И при роддомах, и при поликлиниках. Но у нас немножко разный подход и взгляд на материнство. Поэтому есть аудитория, которая вообще никак нигде не пристроена женщине, я имею в виду. Они эту информацию мало где могут узнать и получить. И поэтому этот сегмент вообще никак не занят. И как только появилась информация, вот появились и люди, которым оказалось, что это очень интересно и нужно. Ну я думаю, что наши многие телезрители сейчас впервые слышат об этой школе. Где они заполняли уже участницы вашей школы, первые, кто посетят ваши курсы, анкеты. Вот вы сказали про анкеты. Есть какие-то сайты специальные, либо приходили куда-то в офис? Да, у нас есть наш сайт. school.mamamoldova.com. Ну, school по-английски школа, понятно. mamamoldova.com – это мой блог, который я завела полтора года назад. В принципе, с него-то по большому счету все и началось. Я журналист по профессии. И когда я в свое время, уже больше пяти лет назад, узнала много альтернативной информации, тоже когда-то очень боялась и беременности, и родов, и все это было страшно. И я верила во все эти мифы, что рода – это смертельно опасный процесс, от которого надо спасать женщину. И что вообще я, скорее всего, не молочная мама, потому что меня мама не могла кормить и очень много в советское время женщин, к сожалению, не смогли кормить своих детей. Вот. И когда я все это стала узнавать, у меня появилась потребность делиться с людьми информацией. Я не могла молчать. Просто эти вещи были настолько для меня фундаментальны и важны. И постепенно из этого блога родился проект уже «Школа». То есть появилось желание делиться вживую с людьми знаниями, которые накопились. Вот. И, соответственно, «Школа». Зайдете, если на блог, вы там увидите рубрику «Легко найти нас». Также можно найти нас и на Фейсбуке, на нашей страничке, написать нам просто… «Школа осознанного материнства», да? Либо наши имена просто в поиске сразу найдут и напишут нам. Действительно. Только что Екатерина уже поделилась своей историей, как она постепенно пришла к осознанному материнству. Я думаю, что мы историю Алины тоже узнаем. Это будет сразу же после небольшой паузы. Продолжается программа «Утро» на СТС. Сейчас у нас в гостях по-прежнему Екатерина Микитенко и Алина Онова. Это каждая из этих девушек, во-первых, замечательная мама двух детей. А также они являются основателями благотворительной школы осознанного материнства. Что это за проект? Об этом мы говорим сегодня подробно. Да, уже мы узнали, что первая группа набрана. И уже 16 января стартует первое занятие. Можете рассказать немножко о самих занятиях? В каком режиме они будут проходить, о расписании? Занятия будут проходить один раз в неделю, по субботам. Один курс будет длиться 4 месяца. То есть вот эта вот группа, которую мы набрали, девочка, они тоже будут пройти 4 месяца. Вот, один раз в неделю. И каждый месяц делится еще на 4 недели. Получается, первая неделя, первая суббота будет посвящена беременности, вторая суббота родом, третья – грудному вскармливанию и четвертая – жизни с младенцем. И вот так 4 месяца. Как правило, это будет выходные дни, это суббота, да? Лекции, то есть один час длится лекция, люди выслушивают информацию, которую лектор хочет им донести, не перебивая 15 минут на вопрос, и потом небольшая пауза, и потом вторая лекция по такому же принципу, и все. То есть достаточно мы постарались сделать щадящее расписание, чтобы мамочки будущие не уставали, но тем не менее, чтобы могли получить полезную информацию в должном объеме, потому что очень обширная, конечно, эта тема, но в каждой под теме, вот беременность, роды и так далее, по 8 базовых тем, которые мы посчитали нужным осветить, которые женщины должны просто знать для того, чтобы подготовиться к родам и к беременности. Например, беременность – это питание во время беременности, движение во время беременности, также… Закаливание. Да, закаливание женщин во время беременности, по родам базовые перинатальные матрицы – это вообще понятие, мало кто, может быть, слышал, это очень интересное такое явление, которое было изучено Станиславом Грофом, о том, как роды влияют на всю дальнейшую жизнь человека, и как во время родов, во время каждого периода формируется личность ребенка. Это из области психологии, очень интересная информация, я сама ее впервые узнала только 4 года назад, и поэтому считаю нужным поделиться. также, ну, грудное вскармливание, жизнь с младенцем мы уже упоминали, например, как сбить температуру у младенца без лекарств, если женщина столкнется с тем, что у нее первый ребенок, у него поднимается температура, это сразу паника будет, просто сразу паника. Что делать, врач будет рассказывать, как реагировать на такую ситуацию, потом, как купать ребенка, вообще, что с ним делать, как его носить на руках, как его подмывать, какой у него режим сна, ну, в общем, азы, основы, которые помогут женщине не растеряться. Потому что, действительно, растерянность, наверное, одной из таких основных характеристик, вот что характеризует женщину беременную, потом новоиспеченную маму. Вот мы историю Екатерины узнали, приход постепенный к осознанному материнству. Алина, как у вас получилось? Ну, у меня очень похоже, на самом деле, на Катин опыт. Я тоже, когда узнала о беременности, очень сильно испугалась. Но мне просто посчастливилось, и я считаю, что судьба мне улыбнулась, что я попала на йогу для беременных, где мы, в принципе, и познакомились с Катей. Это было почти четыре года назад. И оттуда уже начался мой путь к осознанному материнству. Там я встретила единомышленников, начался поиск информации, разговоры, книги, семинары, лекции и так далее. И я счастлива, что у меня получилось пройти через гармоничные роды, и вот уже второй ребеночек у меня. Я бы хотел еще раз вернуться к школе осознанного материнства. Само название. Почему не школа осознанного родительства? Мужчины остались в стороне в данном процессе? Почему вы решили их все-таки не задействовать в процессе? Об осознанном родительстве. А здесь все-таки мы на мам больше ориентируемся. Вряд ли папы будут приходить к нам на лекции. Как-то так оно родилось. Папам тоже, в принципе, необходимо что-то узнать. Но мы очень поддерживаем участие папы в жизни. И беременной мамочки, и в родах, партнерские роды и так далее. То есть это не означает, что мы только... Молодые мамы, да, не особо, может быть, осознанны в этой теме. То папа, я вас уверяю, двойне не осознанны. Ты знаешь, вот нет, я с тобой не соглашусь. Я в последнее время встречаю огромное количество пап, которые интересуются и как раз гораздо больше задумываются какой-то с природной точки зрения, чем сразу бежать к врачу, как к паникующей маме. Вот я тебе серьезно говорю, действительно, в последнее время очень много пап, правда? Мы тоже встречаемся больше и больше пап заинтересовываются беременностью. Ну, просто ходить на занятия каждую неделю, это больше все-таки женское. Вряд ли папа будет приходить вот так вот дисциплинированно. Тренированно каждую субботу в течение четырех месяцев слушать, там что-то записывать, это больше все-таки для мам. Ну и маме рожать, в конце концов. Мы надеемся, что мама придет домой и все папа перескажет. Все перескажет, да? А вот что у вас как основательниц такой школы, которая вот сейчас на волне, то есть вам показалось, что это сейчас важно и нужно, что может быть, какие, даже не знаю, позиции современных мам, да, то есть возьмем вот это в кавычки современные мамы, да, которые считают неправильным кормить, когда есть смеси, наполненные витаминами, ну и так далее, и так далее. Вот что вас, может быть, больше всего настораживает, пугает, что вызывает у вас какую-то, может быть, озабоченность и возмущенность, вот что-то в этом роде? Ну меня возмущает то, что очень много мифов вокруг темы беременности и родов, грудного вскармливания и вообще ребенка, что рождается ребенок, к нему может только врач подойти так спокойно, то есть прикоснуться к нему, не дай бог, там, взять случайно не так. Вот как Комаровский говорит, даже в своей книге нарисовал картинку, что вообще его можно за одну ручку поднять и от этого рука у него не отвалится, вот, что его можно закаливать, что его, оказывается, не надо одевать плюс один одежка, а просто как себя. Это вообще многих мам возмущает, они считают, что это ненормально, что его надо там закутать в 10 одежек и, не дай бог, он не простудился, он как будто какое-то беспомощное существо. Вообще так много мифов, что просто чувствуем свою задачу, свой долг, миссию развенчать их, рассказать мамам, что по-другому бывает, оказывается. Мне кажется, что еще в такие школы нужно заодно с собой приводить бабушек, потому что очень часто как раз бабушки своими стереотипами, которые не могут объяснить причину, почему они считают, она не знает, что нужно одевать, например, да, невозможно объяснить ей, а она влияет на молодую маму, которой как раз предстоит отстаивать свою точку зрения. То есть, если у мамы будет информация, если она будет информирована, ей будет уже легче отстаивать свои взгляды на жизнь. И мы начнем с малого, мы начнем с мамы, дальше во что этот проект перерастет, это только время покажет. Ваш проект благотворительный, но у любой благотворительной организации проекта должна быть какая-то финансовая подпитка. Если не секрет, как вы решаете этот вопрос, нуждаетесь ли вы в помощи финансов? Ну, изначально, да, мы решили, что это будет на 100% благотворительный проект, и никто денег зарабатывать с этого проекта не будет. Как решили финансовую сторону, сначала хотели, мы были готовы вкладывать свои финансы, но вселенная нам улыбается, и нам предоставили помещение, где мы можем проводить наши лекции бесплатно, практически все лекторы готовы проводить свои лекции бесплатно, но тем не менее, все равно есть некоторые затраты, и поэтому мы... Открыто, наверное, все-таки, да? Мы будем благодарны, если кто-то поддержит проект, потому что мы можем, если у нас будет какая-то финансовая база, мы можем приглашать и более серьезных лекторов тоже из-за границы, и можем расширять школу, и для большего количества людей доносить эту информацию, то есть пока мы начинаем с малого, и на самом деле посмотрим, что это выльется. Я так поняла, что Кишиневу нужен такой проект, раз была такая отдача, раз столько людей откликнулось. Ну, то есть заинтересованность почувствовалась сразу. Спасибо огромное, что пришли сегодня к нам, поделились с нашими телезрителями информацией о том, что сейчас можно узнать больше, наверное. У нас в гостях сегодня были Екатерина Микитенко и Алина Онова, основательницы благотворительной школы осознанного материнства. По традиции мы не отпустим вас с пустыми руками от наших партнеров компании. Я бы с этим подарил вам кофе, пейте кофе по утрам, смотрите нашу программу. Ну, а мы продолжаем, и далее очень интересная, как перемен для мужчин, тема. У нас, оказывается, в Кишиневе открылся, ну, наверное, в своем роде первый настоящий салон ретроавтомобилей. В этом автостоне побывал и наша коллега Нина Смирнова, и давайте узнаем, что же там интересно она увидела.